так ну здесь я доложил буду заливать армопояс писали по поводу кладку кладу шпателем а не мастерком у меня есть мастерок к сожалению только мастерок штукатурам а вот мастерка каменщика у меня нету но проблема не в этом проблема в том что я неудобно я не камень и тот когда камень ты привык допустим к мастерку и ты каждый день там на работе кладешь купить тебе конечно привычно работать мастерком специальным тогда да я не так часто кладу не так хорошо кладу поэтому могу и шпателем это раз второе по поводу того что там кладу я тебя лет мне камень правильно это раз и не под расшивку я кладу укладываю как бы правильно сказать чтобы была стена и чтобы было более-менее ровненько потом можно было заштукатурить поэтому как-то так не судите строго сейчас я буду выставлять сюда типа опалубки и буду заливать залью завтра высохнет буду поднимать стены хоть тоже шпателем как удобно было проходить здесь а теперь неудобно у меня а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 смотрят человека с камерой с телефоном разговаривающим короче сейчас я еду заберу ключи а завтра похозяйничаю катринка мне дала добро но понятное дело мне ключи отдадут не от дома ключи дадут только от ворот чтобы я мог запустить машину выгрузить ее так что я кстати посмотрите сколько времени вот я вот выехал включился и сколько времени от нас будет жить катрина принципе лера будет ходить школу буквально вот нашу школу потому что в принципе это относится к нашему району в нашу школу будут ходить и как сказали что у них дочка ходит ходила в нашу школу занимала 17-15 минут не знаю на машине по крайней мере минуты 3-4 ехать хотя вру вот я уже три минуты еду на машине ну в принципе знаете как по с камерой конечно получается это дольше ты едешь все-таки одна рука одной рукой рулишь на дорогу и переключаешь и тому подобное вот мы уже получается едем по азовскому микрорайону так он относительно много считается азовский микрорайон это как бы для павловской павловской один из элитных районов вот здесь я не знаю в чем заключается элитность но как бы по тому какие здесь дома уже здесь не встретишь хаток маленьких в основном такие все новые дома в этом районе потому что все из кирпича саманных домов здесь не встретишь просто еще раз говорю это здесь уже новые дома и район относительно новый конечно это не барвиха не рублевка но для нашей станицы в принципе это неплохо я на самом деле медленно еду если допустим без камеры конечно я уже был на месте так вот поворачиваем катрине на улицу такая тихая спальная улица домики такие хорошие вот машина стоит все забрал ключи через через несколько дней надо будет приехать принять дом просто катрина не успевает вернуться принимать буду я потом сюда надо будет приезжать иногда поливать еще кое-что делать еще один дом хлопот забот недолго они имеем еще пару дней надо вывозить вещи как они вывезут потом я приеду приму все питанцы что все оплатили нет задолженности и тому подобное кстати вот обратно ехать допустим отсюда к нам получается быстрее потому что здесь не надо плитая плутать короче раз прямиком и все а вот от нас к ним ехать дольше потому что приходит небольшой круг делать потому что там на знаки стоят где нельзя поворачивать кирпич короче говоря все полетел домой кушать мы собираемся погулять мы собираемся погулять перед сном домик счастливый милана тоже да мы сейчас пойдем комариков кормить не когда идешь конечно кусают ну кстати ты обратила внимание уже темнеет намного раньше еще девяти нет а уже смотри какой сумрак все лето заканчивается день уменьшается день уменьшается ночь удлиняется так что будем больше спать сейчас я ворота закрою а чтобы солнышко не пекло у нас так каждый вечер мы короче выходим гуляем вот пряник затянулась у нас прогулка уже совсем стемнело все удивляются удивляются люди как мы из столицы вообще приехали сюда когда начинаешь объяснять рассказывать люди понимают что до приехать туда в гости пожить это одно вот но да что добиться купить жилье или допустим это совсем другое а жить на съемным жилье на съемном жилье работать платить за съемное ну это это называется это это не жизнь мы как рассказали какой образ жизни у нас был там и что мы там видели чего мы там добились да и чего что у нас здесь чего что получилось здесь да это да и мебель сколько раз ты со мной ездила это собирать ну у меня так и получалось я в мебельном работал но это конечно нельзя было мебель продавала после работы ехал и собирал и перевозку подешевле да мы опять же это же все делалось не от хорошей жизни что там у нас там все было зашибись как бы дают нам делать нечего мы гоняли потому что вот приходилось так чтобы как-то выкрутиться приходилось да ну как бы сна москва московской области почему-то все говорят что номера московские хотя это московская область интересуются спрашивают да да мошки да а это мир пока пока молодец у него пока пока переход в дай дай все кстати вы заметили нет дамирчик уже меньше да он может сказать уже не сосет их да уже бывает такое забывает да но по большей части вот пока мы едем он еще ни разу и перед сном он правда еще пальцы целкает в рот да ну опять ему скажешь убирай и все он просто забывается он убирает да немножко поворочится и это пока кому ты там милан клока машешь пока 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 сейчас мы гуляем да здесь в магазин зайдем так что вот наше наше мнение чтобы жить в москве нужно родиться там и получить жилье в наследство или просто да даже вот соседка говорит ой мне там да нравится приезжать да мне там нравится я говорю да приехать туда погулять посмотреть это одно а вот именно жить и заработать попытаться конечно это все-таки не каждому дано я не спорю есть люди приезжают и многого чего добиваются удачные знакомства удачная там устроился на работу да там удачно кого-то подставил стал сел на его место на рабочее да и стал зарабатывать больших денег как бы да все такое возможно бывают такие моменты вот но к нашему счастью к нашему счастью у нас это не получилось вот и мы здесь зато получилось здесь получилось хоть что-то да мы как говорится богу за это благодарны очень что он нас повел именно такой дорогой все мы сейчас забежим в магазин возьмем себе вкусняшек на ночь вот погрызть до чтобы поправиться погрызть не уснуть за компьютером потому что нам еще работать да или завтра будет работать ну ничего немного осталось так потерпеть скоро детям 18 будет полегче а а Ну что, добро пожаловать в ночь За день за счет жары много чего не успеваешь сделать Поэтому вечерком, ночью тоже немножко хочется поработать Сейчас хочу попробовать начать положить блок сюда, чтобы поставить окно Кстати, пока темно, я сейчас поставлю вот на тот угол лазер Чтобы отбить высоту того края Вот здесь край И вот здесь Чтобы везде было одинаково Для чего? Потому что все равно где-то здесь плюс-минус там шов больше На миллиметр ушел, выше-выше-выше А потом начнешь наверху мучиться, свалить Лучше у них на сразу все вывести И будет все в шоколаде Так, ну что, поехали Лазер стоит Я вот тоже стою На высоте птичьего полета Так, сейчас здесь Вот здесь, конечно, оп Выставим Так, ну вот вроде бы И вот так сейчас Потому что если равняться по кирпичу Здесь будет неровно Вон там почти по шву идет А туда, если посмотреть, там уже выходит На середину кирпича Вот, обратите внимание Высота этого окна, да? И этого окна Вот Примерно Да, вот если я буду В эту сторону, видите, крутить Раз Все, это четко Вот Все Можно Отмечать Сейчас полезу Сначала туда И вон там Черточки поставлю И буду понимать, докуда поднимать стены Так Первая Линия Водит Здесь Побольше Сейчас еще горизонтальную Это вот, точнее, горизонтальную Еще вертикальную линию Надо будет отбить И вот здесь Так И здесь Что мало Точно Понятно Здесь тоже Не мешало бы Горизонтальную линию Отстучать И было бы Ковщи Легко Днем Точно Сейчас так и сделаю Горизонт Тоже Бах Но сразу Что это горизонт? Вертикальную линию И уже днем Потом Спокойно Без каких-либо проблем Буду поднимать стены Сейчас тоже попробую Может быть Не знаю Посмотрим Успею Успею Успея Немного 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 здесь короче по внутреннему углу вот выставила здесь получается здесь здесь потому что даты угол выставлял как 90 чтобы потом не накидывать и что здесь получается здесь получается здесь плохо все получается сверху поднимал по нижнему как была кладка сделана она видимо сюда уходит и вот придется таки выравнивать здесь немного конечно но ничего уровня по внутреннему и буду уложить а потом уже маяками все выставлю и за штукатурю все ты что ты стоишь мешаешь от яйца биваешь ты мне сказала что я тебе до зимы не сделаю кухню вот до зимы я тебе сделал кухню готовь пожалуйста вот правильно готовишь на новой кухне здесь не только у тебя новая кухня комаров тоже новая кухня так сейчас хочу снять пакеты взять раму попробовать ее поставить она будет высота не высота прикинуть хотя бы куда как а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok и солнца нет красота ветерок такой прохладенький легко работает тут он у меня это вкусняшки готовятся с голоду не про не помру короче все нормально работаем и 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok